Добрый вечер, значит, я послал ссылку на наш текст в чат. Для тех, кто подсоединяется только что, я пошлю сейчас еще раз. Сегодня у нас радостные новости. К нам вернулась Шриэль, и поэтому на сегодня у нас есть перевод. Нам не нужно переводить по ходу. Это очень здорово. Отлично. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по книге Равкуку Рота Чувак. У нас 14-я глава. На сегодня мы добрались до 22-го и дальше абзацев. Извиняюсь, что позже сегодня. Немножко сумбурло не с того аккаунта, не с того счета. Но я очень-очень раз всех видеть, всех старых и новых. Значит, добрый всем вечер. Ну и начнем. Я сразу тогда не буду читать на еврейском. Я сразу буду читать по-русски. Может быть, немножко исправлять перевод, если у меня будет какой-то там, что мне исправить. И мы сразу пойдем с вами. Итак. Малость веры в собственную молитву. Если нам предстоит некий достатка веры в божественное провидение, упаси Бог. Но только от удрученности сердца множеством грехов и сокрушенности духа силой чувы, именно она в конце превратится в высокую, могучую веру в десницу Дворца Вознесенную, которая совершит великие чудеса с помощью Бога, направляющего скромных в суде и обучающего скромных путям его. Что это за малость веры в собственную молитву? Если честно, не знаю, но могу догадываться. Давайте я с вами поделюсь своими догадками. Видимо, человек, который делает чуву, он не в хорошем расположении духа. Он себя не очень любит. Он... Секундочку. Я извиняюсь. Человек, как бы он на себя смотрит. Я грешник. Даже если он раскаивается. Соответственно, какая сила есть у моей молитвы? А какой вообще смысл есть у моей молитвы? Отчего? А Бог будет слушать меня, прислушиваться к моим просьбам? Как бы ему это вообще интересно? Я вот такой маленький, низкий, плохой, греховный и так далее, и тому подобное. То есть мы себя любим то самое еще. Есть, жевать и пережевывать. Мы себя любим очень то самое. Не достаточно, что мы раскаивались о наших грехах, что мы поняли, что мы совершили ошибку. Мы себя еще принижаем. Это опасное состояние духа. Оно как бы, оно совершенно естественное. Потому что человек, как бы, что ему радоваться? Чего ему быть довольным собой? И если он, как бы, понимает, что он не в порядке, что он делал какие-то приглашения, ему могут быть серьезные приглашения. Это не место, как бы, радоваться, выпячивать грудь и говорить, какой хороший. Соответственно, ну, здесь мы возвращаемся в нашу любимую мантру. Самый большой наш враг, самая большая опасность, это не грех сам по себе, это отчаяние. В том числе от греха. Когда человек на себя махает рукой, это самое страшное и тяжелое, что может произойти с человеком. Именно такой человек уже способен на самое страшное поступление. Поэтому грань, здесь она тонкая. С одной стороны, да, разбитое сердце, да, раскаяние по поводу грехов, которые мы делали. Но с другой стороны, не слишком себя принижать, настолько, что это уже принесет отрицательный результат. Да, теперь конкретно, вот, пример, Раф приводит молитвы. Человек, который молится, и он сейчас понимает, грехи и так далее. Он недоволен с собой. Правильно, что он недоволен. Он не верит, что его молитва что-то может вообще сдвинуть. Что она имеет какой-то смысл. Теперь, почему человек может не верить, что молитва не имеет смысла? Он может не верить, потому что он не верит в божественное правительство. Не дай Бог. Бог умнее. Он сам решает, чего и как правильно нужно сделать. Чего моя молитва может здесь решить. Это принципиальное возражение молитвы. Бог, он понимает, что кому нужно и чего нужно в мире для его управления. Он без моих советов справится самостоятельно, что и как нужно делать. Это принципиально не веря в молитву. И мы не говорим сейчас про это. И понятно, что это само по себе. Это нехорошо, и это грех. Мы верим, что наша молитва может изменить, несмотря на то, что Бог лучше нас знает, как управлять миром и так далее. Он может прислушаться к нашей молитве. Наша молитва, она имеет, может иметь вес. Она имеет вес, она имеет смысл. То есть, молитву я верю, во что я не верю. Я не верю в мою молитву. Я такой греховный и так далее. Какой вес, какой смысл имеет моя личная молитва? Никакого. Так вот, что говорит Рава? Это малая вера, недостаток веры в молитву. он превратится, в конце концов, в великую веру, в десницу Бога вознесен, то есть в управление Бога миром, который совершает великие чудеса. И Рава приводит. И Рава приводит здесь послуг, направляющего скромных в суде и обучающего скромных путей его. То есть, тот, кто занят живой, тот, кто недоволен с собой за свои грехи. Бог заинтересован в его молитве. И, соответственно, его молитва, она имеет и имеет смысл. И его недостаточная вера в его молитве в конце концов превратится в большую великую веру. Давайте еще раз перечитаем нашу просьбу. Малость веры в собственную молитву. Если происходит она не от недостатка веры в божественное провидение упаси его, но только от удрученности сердца множеством грехов и сокрушенности духа силы чувы. Именно она, кто это она? Я понимаю, малость веры в собственную молитву в конце концов превратится в высокую и могучую веру. тесницу Творца Вознесенного, которая совершит великие чудеса с помощью Бога Богословенного, направляющего скромных в суде и обучающего скромных путям его. Остаемся здесь и вернем микрофон вам что как вам видеть этот отрывок что вы чувствуете что вы как как вы с этим окрёте условия я бы вся таки сказала что то что ты сказала что здесь не об этом речь может быть об этом речь тоже То, что человек говорит, кто я такой, чтобы говорить Богу, что надо так правильно поступить, как вообще возможно молиться в такой ситуации, когда получается я Богом управляю. Это общий философский такой вопрос. Но это связано с тем, что я хочу просить прощения за свои грехи, но, с другой стороны, по разным причинам, и потому, что я грешен, и потому, что, в принципе, это проблема спросить Бога о чем-то. У меня есть недостаток веры в силу молитвы, это понятно. И именно этот недостаток веры, он, собственно, и есть истинная вера, потому что, ну, такое у меня ощущение, что тот, кто понимает, что он не манипулирует Богом, а что его молитва – это его работа, и он не знает, может ли он ее сделать хорошо или нет. И вот это вот сомнение, оно приводит к большей вере в конечном деле. Большое спасибо, Нехама. Вы еще обратили сейчас мое внимание, я вот с вашей помощью обратил внимание, что я немножко совравшим. Я немножко неправильно объяснил два-три раза, потому что я сказал, что недостатка веры в то, что молитва возможна, в то, что мы говорим Богу, что делать как бы, да, что Бог, он сам понимает и лучше знает, но это не то, что это может быть правильно, конечно, но это совершенно не то, что здесь написано. У нас здесь написано немножко другая вещь. Давайте на это обратим внимание. И вот благодаря вам я к этому делу тоже сейчас проснулся. Нет недостатка веры в божественное провидение. То есть это вера в то, что Бог, он управляет этим миром, он близок к этому миру, и он как бы смотрит, наблюдает за всем. Он есть божественное провидение, божественное провидение, а не это то, что если мы не верим, что Бог вообще вмешивается в тела этого мира, это плохо. Это тоже не плохо. Это очень плохо. Но это проистекает из того, что у меня вообще есть какое-то сомнение в том, кто и что ему указывает. Еще раз. Ну, так или иначе, это сомнение проистекает из того, что я не поддаю себе большого значения, кто я и что ему указывает. Если Бог оставил этот мир, то никакого значения имеет я большой или маленький, серьезный, или несерьезный, моральный или не моральный. Если я не верю в божественное провидение, если я считаю, что Бог мир создал, он ушел спать, или мир произошел сам по себе, и Бога тут вообще либо нет, либо он как бы не интересует этим миром, то понятно, что молитва смысла вообще никого не имеет. Нет, я не думаю, что это однозначно не совсем верно. Я думаю, именно в этой части божественного провидения. То есть у нас есть какие-то… Мы что-то делаем в мире, и это как-то влияет на него, на нашу судьбу. Бог в этом как бы участвует, безусловно. Он в диалоге там с нами, с нашими действиями. А вот именно в части того, что изменить мир настолько, чтобы мои грехи стали заслугами, например, или вообще это как бы это… Какие-то такие… То есть он не полностью верит, я думаю, в божественное провидение в этой точке. Это можем понять? Почему? Почему он не верит в божественное провидение, когда я хочу… Именно в том случае… Почему он не… Какая-то связь с судьбой, мне кажется, это даже не связано с судьбой. Олег может верить или не верить в божественное провидение. Если он верит… И целиком. Это не значит, что я не верю, что Бог прислушивается ко мне, то есть смотрит на мир, решает что-то в зависимости от того, как мы себя ведем, наказать, например, или формировать. Я думаю, что тут вопрос манипуляции, да. Манипуляцию мы затронули в начале, что как бы… Бог лучше меня понимает, что делать, и моя манипуляция по этому вообще не нужна. Здесь вопрос, зачем вообще нужна молитва. Ну, у меня такое ощущение. Это иногда трудно в реальной жизни привести в отношениях между людьми, между манипуляцией и там просьбами или молитвой. Или там, не знаю, когда один умоляет другого что-то сделать. А он говорит, ты хочешь манипулировать. Иногда это действительно манипуляция. Это очень, в некоторых случаях это сложно очень поставить, провести грань, когда один хочет использовать другого, чтобы тот делал, как ему хочется, все. И между тем, что я прошу, чтобы он прислушался ко мне, к моим чувствам. В любом случае, Нахаму, спасибо. Но здесь я, наверное, не знаю, что сказать. Либо я вас не понял, либо я с вами не согласен. Ну, хорошо. Мы еще раз вернемся к этому отрывку. Я его еще раз попытаюсь сказать. Как я его вижу. Малость веры в собственную молитву, если происходит, нет недостатка веры в божественное провидение. Как я это понимаю? Если Бог оставил мир, если Бог не вмешивается в то, что происходит в мире, то понятно, что молитва никакого смысла не имеет вообще. Соответственно, это сильная причина не верить в собственную молитву. Правильно. То есть, если такая вот, как бы, я не верю в божественное провидение, то понятно, что я не верю в молитву. Как это? Не верить в божественное провидение – это плохо. Теперь, если я не... Теперь, из-за чего еще я могу не верить в силу собственной молитвы? Не из-за того, что я не верю в божественное провидение. Я верю в божественное провидение. Но... И, допустим, Бог слушает меня и хочет меня слушать. Но я где? Я даже не человек как-то меньшую большую букву. Я человек очень маленький буквы, я тут нагрешил много чего. Я в плохом состоянии, я себя плохо ощущаю, плохо чувствую. И понятно, что Богу моя молитва не интересна. Прав? Здесь нам говорит. Не. Ты делаешь чего? Поэтому твоя молитва именно интересна будет. И поэтому то, что ты сейчас начинаешь и слабо веришь в собственную молитву, в силу собственной молитвы, это что за это? Не только пройдет. Но это превратится в великую веру в управление Богом в этом мире, потому что Бог, он именно скромный. И мне кажется, скромный вот именно здесь человек, который себя вот именно принижает, что он сейчас во время чувы, и он как-то не очень в себя верит и не очень... И, соответственно, нет. Вот именно на это состояние Бог его любит, и поэтому твоя молитва, она ему важна, и твоя малость веры в его... в силу молитвы, она превратится в великую веру. Хорошо, давайте наше следующее время. И, в общем-то, все про то же. Ту же самую точку против отчаяния. Если человек находится в таком приниженном состоянии, то великого душевного огорчения по поводу собственного морального падения и силы всех того грехов не может он поднять в голову, чтобы заниматься творой и заповедом, обустройством мира и общением с людьми в покое и здоровой душевной радости. Должен он проникнуться мыслью, что за такой угнетенности сердца по поводу грехов он, конечно же, несомненный большего в этот момент. Если так, то уже возвысился его уровень и может он успокоить свой разум, вернуться к радости и веселью духа и заниматься всеми хорошими весями с тихим и радостным сердцем, ибо добр и справедливость. И так. Все то же самое. У человека, который пытается осознать свой моральный уровень, опускаются руки, он не только не может Тору учить и заповедем заниматься, он нервный, он напряженный, у него нет сил идти на работу, спокойно общаться с домочадцами, с друзьями, с соседями, он в общем-то в состоянии каком-то близком даже к... Депрессия. Депрессия. Постоянно это слово у меня выскакивает. Да, депрессия. Теперь обратите внимание, обратите внимание, человек понимает силу своих грехов и так далее. Теперь, можно ли это все назвать вот как это, по нашему чек-листу, да? Человек сделал чугу. не факт. Может быть, ему можно там, так сказать, извиниться перед кем-то. Есть что доделать. Есть что доделать. Человек себя чувствует очень плохо, он в депрессии или близок к тому. Право говорить. Все хорошо. Это состояние у меня хорошее. Как мы будем исправляться? Очень хорошо. Хорошо. Смотри. Так как ты так сильно переживаешь полутостых грехов, ты, конечно, в данный момент называешься Бальчула. Тот, кто сделает чугу. Если ты Бальчула сейчас, то хорошо тебе. Тебя Бог любит. Можешь успокоиться. Перекратить так, переживать и нервничать полутосвою грехов. Исправлять все это будет нужно, конечно. И жена этого больше не делать. То понятно. Но если так сильно переживаешь, это само по себе заслуга. то уже возвысился его уровень. Ты так переживаешь. Значит, ты Бальчула. Ты делаешь и чугу. Значит, у тебя уровень уже не грешника. А того, кто исправляет свои грехи, Бальчула. Значит, ты на другом уровне. Успокойся. ты можешь радоваться, ты можешь спокойно общаться с окружающими, ты можешь заниматься всеми вещами с тихим и радостным сердцем, ибо добр и справедлив Господь. Это очень важное на самом деле предложение. Мы очень часто себе рисуем Бога как такого учителя, который ищет, где бы меня завалить на экзамене. Такого строгого, который вот за мной тут бегает с увечительным стеклом и смотрит, где я тут поскользнулся загрешил. А Бог, он как бы такой скорее, если уж его как-то рисовать, то ни в коем случае нельзя. Если уж раздать, то скорее дедушка, который ищет, где ты, внучок, сделал что-то хорошее. Ищет с этой же самой лупой, с увечительным стеклом, он ищет, где ты продвился на момент вперед. Вот какой плохой вальс разбил в школе окно. А зато он мне помогал в огороде. Да, то есть нам очень нужно поменять, это очень важно, наш взгляд на Бога. Это не педантный учитель, а это вот такой вот скорее кто-то, кто очень заинтересован в нашем успехе. Очень заинтересован в нашем успехе. соответственно, теперь это не в воздухе. Я ничего не сделал, мне все простит, и все будет хорошо, и Он меня любит. Ты понял, что ты не в хорошем месте. Тебе тяжело. Этого минимума достаточно. Ты меняешь свой уровень на этом. Этого достаточно, чтобы ты успокоился, потому что Бог тебя любит, ты занимаешься чулой. Это само по себе. Это сам по себе уровень. Ибо добр и справедлив Господь. Добр и справедлив. Окей. Наслоимся. И как всегда вернем вам микрофон обратно. Пожалуйста, кто-то хочет опять, что так наш этот абзац. Мы на очень многих абзацах боремся именно с отчаянием. Здравствуйте. Шалом всем. Можно слово? Да, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Давно уже не подсоединялся. Просто время не совпадает никогда. Да, вы хорошо прочитали про строгих пришли с крестьян. Вы пропали у меня? Слышите меня? слышите? Да, бывает картина, что в семьях мы выросли, может быть, строгие родители или, например, те, кто в христианство пришли, тоже, как я, вот тоже, но это картина Бога, она, как бы, вот, строго учителя все сидит. Когда вы говорили про молитву, когда читали, то, что Равку говорит, да, это очень поднимает, то есть, опять же, вот, например, осознаешь, что ты неправильно сделал, и вот бываешь в этом отчаянии, и думаешь, вот как, как там Бог на тебя смотрит, простил он или не простил. Я бы сказал, вот это недостаток веры, то, что он может простить, или простить, или, например, еще одна ситуация, когда вот вроде бы ты уже извинился, сделал как бы чего, но ты опять упал через какое-то время, и опять сделал чего, и опять на том же сам вспомнился, вот как тогда в таких ситуациях, тогда вроде бы, ну, бывает тяжело, тогда вроде бы ты начинаешь сам себя не верить, конечно, ты начинаешь смотреть, как бы с этой ситуацией обойтись, ну, вот, она бывает такая, что, может, ты борешься, там, из последних сил, то, что, например, какой-то плохой у тебя порог, или что-то такое, вот, борешься ты с ним постоянно, вот, интересно, как тогда Господь смотрит на тебя, вот мои такие мысли. Я вам дам два примера с вашего позволения по поводу того, что ты поднимаешься, падаешь, опять поднимаешься, ну, во-первых, три, ну, во-первых, знаменитый посыл, который говорит, что семь раз упадет праведник и встанет, а грешник на одном упадет и все, теперь, это определение праведника, тот, кто не падает, тот, упадает, встает, опять падает, опять все, опять падает, опять все, опять падает, семь раз, это праведник, а тот, который махнул на себя после первого падения, тот, это первый пример. Второй пример, это уже и жизнь, то, что я читал, может быть, это неверно, но то, что я читал, это вот есть такая очень нехорошее явление, называется на иврите это самое на шимму код, женщины, которых муж бьет, допустим, или издевается, и они уходят из дома, и есть организации, которым помогают, так вот, известная вещь, то очень часто такие женщины возвращаются обратно к своему мужу, и человек, который не понимает ситуацию, он отчаивается, вот мы столько вложили, так помогали, там нашли ей дом, квартиру, что-то еще, она опять возвращается к этому мурдалат. Так вот, то, что я по этому поводу услышал, эта женщина может уходить из дома и возвращаться к нему и раз, и два, и три, и четыре, пока на него уходят к нему окончательно. То есть, вот этот вот процесс, он сложный и долгий, и он иногда такой вот уже приводит к отчаянию. Мы же там так вложились, так помогали, а ты опять все на смартфон, мы же знаем, мы же все знаем, чем это опять закончится, и все опять по кругу, вот так, это работает так. И третий пример, который хотел привести, это, конечно, по поводу народа Израиля. У нас есть три праца. А что три? Зачем так много? Почему одного недостаточно? Всевышний попытался один раз, ну, я говорю, попытался, да? Авраам, хороший праведник, классный, здорово, давайте из него сделаем народ Израиля. Оп, у него два сына, любимый Шмаэль и Цхаб. После долгих разборов не получилось у нас из всех, мы сказали, будем народ строить, не получилось из сыновей Авраамов народ строить. Хорошо, попробуем из Цхака народ строить. Пробуем, пробуем, у Цхаба тоже два сына, Исаав и Яаков. Не получилось у нас из детей Яакова, детей из Цхака тот самый, народ строить. Давайте детей Яакова попробуем. Попробуем, и как получилось? Получилось. с огромным трудом Тура чуть не сорвалась. Братья продали один другого, Тура там чуть насмерть не подрались с ней. Это самое почти убили там один другого как-то с чудесами только не сорвалось на Яакове и у нас получилось сделать народу зла. Упал, встал, упал, встал. Нормальная ситуация. Так бывает. Попыток не оставлять. Понятно, что может быть стоит обратиться к какой-то профессиональной помощи еще куда-то. Это да. А то, что попыток не оставлять, может быть задуматься, может быть я не ту стенку пробиваю своим лбом, может быть мне стоит как-то по-другому это дело поменять, может быть что-то поумнее сделать и так далее. Но как-то я наверху не был и за занавесочкой не подглядывал, но если вы интересовали, интересуетесь, как Бог относится к тому, что человек падает на грехе, встает, а потом падает еще раз на грехе, мне кажется вот так, что нет, что плохо, что не идет, чего Бог не любит ему тоже, это а давайте-ка я согрешу, все равно на чего можно делать вот это не качит, это не хорошо, и даже если ты так совершил, как мы учили, ну тебе, но все равно ты можешь делать потом чего, и если что тебе будет усложнение, я как-то вас удовлетворяет мой ответ? Да, я думаю, это хорошие примеры, особенно первый припомнил мне, напомнил мне опять, да, ну наверное вот эту картину психологическую, которую мы приносим с собой, с родителей, с учителей, еще с кого-то, ну на того, как все-таки Господь, он такой очень строгий или учитель, или он как вот этот дедушка, но вот эти два имиджа, они два воображения борются, как бы, и вот насчет опять же молитвы, если говорить, да, бывает, что как будто ты молишься, но как будто его нет, как будто, ну все равно как бы приходишь, потому что, ну куда еще идти, если честно, ну кто тебя может по-настоящему, как бы, я не представляю, кто еще может так тебя понимать и выслушивать, наверное, или понять, и наверное еще молитва она дает как бы такой психологический ну такой тоже ну понимание, что как бы ты себя на себя можешь посмотреть из дне, вот это тоже мне дает, помогает, ну вот это мое как бы большое спасибо, я вам сейчас скажу вещь, как-то кощунственно, то говорить нельзя, если вы потом скажете, что я вам говорил, я буду все так так вот, вы сказали, что ты молишься, у тебя ощущение, как будто там никого нет, там никого нет, а сейчас я объясню, божественное присутствие ушло с изгнания, и сейчас оно возвращается, и то, что ощущение, что нет, оно правдивое и настоящее, божественное присутствие, пророчество, оно ушло, 30 лет тому назад, ушло, до свидания, бай-бай, пророчество закончилось, наша молитва сегодня это как это, не забыть то, что Бог был здесь на земле, и что пророчество было, и что оно вернется, это как в тех фантастических рассказах, что там летят на космическом корабле, им нужно на потолке смазывать рельсы, потому что когда они прилетят куда-нибудь, там будет сила чарлисти, и корабль потом это самое, с ног на голову встает, это понадобится, а сейчас только непонятно, что делать, и чтобы просто не забыть, единственное, что сегодняшний процесс возвращения Израиля на свою страну, это обязательно тянет за собой также возвращение в интересное присутствие и возвращение пророчеств. Соответственно, там действительно никого нет, но он уже возвращается. еще кто-то? Я хочу сказать по процедуре снова Равку учит нас, что если вы пытаетесь сделать шаг вперед и не получается, вернитесь на два назад. Нужно вернитесь на два шага назад. То есть это о поиске корня. Помните, мы учили? То есть возможно причина недостаточно хорошо найдена. Помните, когда поднятие души идет? Если не получается, если что-то срывается, нужно на два шага назад. Не на этот же уровень, а еще ниже надо опуститься, чтобы понять, в чем дело. Вы говорите про тот отрывок, который мы учили. Если ты попытаешься прыгнуть выше собственного пупка, то лучше все-таки идти со своей скоростью, а не прыгать выше крыши. Но здесь мы не про это говорим. мне кажется, в чуре то же самое. Мы здесь говорим, что человек проваливается внутри себя, он очень скорбит, он в депрессии от собственного состояния, от собственного состояния, кто я, что я и так далее. Когда это слишком, это плохо. Или вот здесь то, что мы сейчас учили, человек вообще ничего не может, руку поднять не может, общаться не может из-за своих грехов. Мне кажется, что здесь это два разных отрывка. У меня ощущение, что они не связаны так, что здесь нужно... Если ты пытался чего-то прыгнуть, что выше твоих сил, это действительно не нужно делать. Здесь мы не говорим какой-то крыжок выше сил. Хорошо, Натан, спасибо. Я извиняюсь. Обычно мне очень нравится, что вы говорите. Сегодня я с не спорю и с вами. Это у меня тяжелый день сегодня. Все нормально. Конечно, ты прав. Там это написано. Тем не менее, есть какая-то тень того, что человек считается недостойным по другой причине. это как бы подпункт. В общем, не важно. То, что ты говорил, например, что невозможно грешить с мыслью о том, чтобы сделать потом тушеву. Поскольку мы все знаем, что тушева возможна, тем не менее, даже если он так не думает в этот момент греха, то у него на заднем плане ощущение такое, ну, крайне сложно можно рассказать. Поэтому это тоже очень да, я даже соглашусь с вами. А вот представьте, какой мрак, если идеи нет. А представьте, какой мрак, если идея о том, что можно раскаяться, нет. Ну, конечно, да. С одной стороны, это совсем. Да, но получается так, что, в общем, это как-то странно. Получается, что это приводит к тому, что людей грешат больше. Возможно, потому что они дальше будут пускать. Я соглашусь с вами. Я тут процитирую своего мрака. Мы обсуждали одну тему, он по этому поводу сказал одну очень хорошую вещь. Она очень понравилась, поэтому цитирую направо и налево. Все, что полезно, оно опасно. То, что не опасно, оно бесполезно. Ну, почти так, да, конечно. Соответственно, чува, мы это обсуждали, она полезна, и она опасна. Ну, да, да. И опасность чувы мы обсуждаем. Так что, что вы говорите, это абсолютно верно. Сама идея чувы меня может немножко толкнуть в грехах, я могу потом исправить. Такая вот немножко эта самая легкость будет. И у чувы есть гораздо более серьезная опасность. Мы это самое, человек похоронить. Я плохой, плохой, плохой. Да, да, это то, о чем все время. Мы сейчас смотрим. Чувак, это опасная штука, это очень опасная. Мы это проходили на прошлом. Ну, вообще говоря, А что вы хотите? А что вы хотите? Я не чувствую. Все без билочек с ценой. Нет, вообще эта идея о том, что, в общем, не надо впадать в депрессию, захоронить, все будет окей, все нормально, она интеллектуальная, а чувства, они как бы не всегда подчиняются разуму. Человек, который осознает свою, как бы, величину своего падения или греха, бороться разуму, на самом деле, с такими тяжелыми переживаниями, с которыми это приводит. Это довольно сложно, поэтому, может быть, поэтическая речь, не такая одухотворенная раба, она в этом больше помогает повлиять на чувства человека, на его переживания. Не просто поставить раз, два, три, четыре, пять, сказать это более поэтическим языком, это может быть более полезным. Спасибо, Нахам, отлично. Если можно, я поделюсь своими мыслями. Я тоже как-то уже сейчас думал, вот что-то похожее. Вот в лекциях по биологии, которые я вот слушаю в последнее время, и вообще очень сильно проходит, что чувства, особенно сильные, они очень-очень древние, они очень-очень мощные, очень плотно прошиты в нашем мозгу. И они действуют гораздо быстрее, чем какой-то логический анализ. Они гораздо более древние, они гораздо более мощные, они вновидные. Либо ты сбежал, либо тебя съели. У тебя нет много вариантов. И получается, что действительно все это логическое, все это через голову, наносное, а по-настоящему такие вот сверье такое. А потом я так, знаете, посмотрел это самое. А мы же построили цивилизацию не на чувствах, а все-таки на вот это вот тоненькое это самое. То есть в конце концов голова-то победила. Да, это у нас очень мощная прошивка, такая очень древняя и мощная, и сложно с ней бороться. но можно же. А, нет, я когда-то одного Раба слышала, не хочу упоминать его имя сегодня, и оно мне очень понравилось, и мне кажется, что это реально, я в жизни тоже так ощущаю, чувство гораздо сильнее разума на короткой дистанции, она длинный разом подтверждает. Пожалуйста, пожалуйста. это как бы и на опыте очевидно, ты и из общих соображений биологических, как ты говоришь, тоже, видимо, разум, если бы не так, если бы чувства всегда побеждали, разум бы вообще не давал преимущества эволюционного. Ну просто наслужив всего этого, ты уже как бы убеждаешься, да-да, конечно, что древняя прошивка, она такая основная мощность, она всегда побеждает, а потом ты как-то, не-не-не, что-то, что-то не то, мы же не на этой прошивке к звездам летаем. Это правда, но кроме всего прочего, с точки зрения эволюции, если бы разум не давал преимущества, если бы всегда чувства побеждали, то он бы не, то, что не дает эволюционного преимущества, не сохраняется в процессе эволюции, значит, он дает преимущества, когда он их дает на более-большей дистанции. Постепенно человек осознает, понимает какие-то вещи разум и не всегда бежит от какого-то страшного животного, а иногда затаивается в пустах, а иногда устраивает ему ловушки и так далее. Магда, хотела тебе уже сказать? Здравствуйте, добрый вечер, шалом. Да, я с Польши, спасибо, что приняли в группу, очень прекрасный урок, прекрасно говорите. Натан, Нахама, Виктория, Саулиус, Раксель, спасибо, я немного стесняюсь, но думаю, что могут присоединиться к искусственному уровню, очень такой, потрясающе, спасибо. Большое спасибо, милости просим, всем рады, всем большое-большое спасибо. Добрый вечер, мне очень приятно со всеми вами встречаться, добрый всем вечер, до свидания. спасибо. Извини, что я вот это, не могу сейчас участвовать из-за курса, но это потрясающий курс, я очень хотела его. Извиняй, ни при чем, но вас действительно очень не хватает. Вы очень много привносите в урок. Я, может быть, попробую, останусь в университете до 7 часов, там, как-нибудь найду. Может быть, может, получится, не знаю. Я хотела, еще я напишу тебе потом отдельно спросить насчет монету, я думаю, может быть, у вас есть в Катрине группа, которая была бы интересна устроить презентацию книжки. Пожел бы сюда. На русском, на иврите. На русском. У меня же вышла книга, я так тебе не послала, я думала, что, может быть, как-нибудь буду в районе или приеду сделать небольшую... Давайте, давайте, это сам, запись и все, давайте это обсудим. Да-да. Налички. Всем большое. Спасибо. Спасибо большое, Анатон, Нехама, спасибо большое, давно вас тоже не видел. Ну, что делать, я постараюсь как-нибудь, может быть, ну, счастливо всем, до свидания. Добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,